и мы верим что эта пандемия приходит к своему концу во имя нашего господа иисуса христа конец конец этой пандемии мы верим что бог бог правит друзья мои у нас был прекрасный encounter 15 женщин приняли крещение и это всегда потрясающее время вот три дня быть с богом в выезде я вообще верю в эти выезды верю просто в то что выезд это прекрасно и у нас также выезд будет общий на остров остров преображения всех вас ждем и у нас еще один гость он пока еще мы не уверены приедет он или нет такой человек известный но если приедет будет большая радость поэтому всех вас ждем вот соберитесь купите себе палатку все что нужно аминь ну что как говорится одна большая аллилуйя мы только что с женой были в суздале были пару дней там и вот готовясь к этой пропади не скажу что всю проб ведь я там готовил вообще ее практически не готовил нам сказать знаете бывают такие времена когда тебе нужно да даже не готовится а просто просто вот говорить то что говорит писание и не сверх того и не высоко мудрствовать но меня что-то коснулось я хотел показать фотографию картину которую которая в суздале можете вывести на экран суздале которую я сфотографировал это моя фоточка и что-то с ней в связи сказать хотя я немножко ребятам объяснял они может не поняли они думали что пробовать будет суздаль а я хотел фотографию просто сделать фотографию показать вы знаете интересно сидя там на лавочке в этом древнем городе которому тысячи лет я сидел и после экскурсии небольшой который нам провели в городе и вы знаете у меня как у меня вообще всегда часто связь с временами играет большую роль вот что был до нас как люди мысли до нас и вот вообще всякие сектантские группы они как правило мыслят так вот мы пришли мы знаем истину а до нас все было тьма там никто ничего не знал все были тупые и так далее а я вот думаю но люди во все времена как-то переживали бога они как-то мысли о боге они у нее они были люди которые встречались со своим господом своих реалиях и вот сидя на той лавочке и глядя вот на эти купола ох убрали простите включите к я продолжаю и вот и глядя вот на эти купола нам сказал экскурсовод говорит представьте что люди жили в землянках то есть в принципе их голова она с утра вылазила практически из под земли большинство людей жителей жил так даже не в избах а больше в землянках избы даже позднее пришли и вот представьте в это время строится храм храм господу это служение господу и люди пытались воссоздать как они себе представляли вот купольная форма показывала то что вот это купол небес то есть синий цвет это небеса вот эти звезды на на небесах и люди реально приходя в храм осознавали вот чувствовали себя так что они уже на небесах они уже чувствовали вот представь и землянки ты вылез и вдруг приходишь такой величественный храм конечно мы люди 21 века мы уже видели небоскребы видели там много чего нас не впечатлить но в то время вот эта картина она вдохновляла их на что-то большое и великое и вот я с этими мыслями поехал сюда домой и вы знаете я хотел сегодня сказать слово пробовать мою который называется внемлет господь и слышит вот такое важное для меня откровение простое господь внемлет и он слышит зачастую вот мы настолько привыкаем к нашей суете настолько мы рациональны настолько сегодня общество все пытается регламентировать узнать никакой потери времени ничего лишнего все строго как портсигар все вот все даже богослужение у нас полтора часа я конечно не говорю что мы будем по-другому делать но у нас просто есть наплыв людей но в принципе в принципе люди приходя к богу вот не должны как бы считать время но мы сегодня вот раз рассуждаем мы постоянно все пытаемся рационализировать потому что мы заложники вот нахай нашей технократического нашего технократического мышления давайте начнем сразу со слова они с меня не с моих рассуждения со слову 2 паралипоменон 7 глава 14 стих господь говорит царю израильскому вот весь народ стоит перед царем царь получает откровение царь это всегда был вождь того времени он же кстати был законодатель и он должен был жить в согласии со священником с первосвященником то есть у них должна была быть некая благочестивая добрый связь чтобы народ был благословен к сожалению в наше время зачастую такая страшная связь религиозная с политикой она бывает плохо отдается в обществе но в то время это была единственная форма блага благоденствие народа и вот смотрите писание говорит и смириться народ мой господь говорит который именуется именем моим и будут молиться в защиту лица моего и а протя обратятся от худых путей своих три вещи он говорит они должны молиться просто вот меня искать второе и третье отвратиться своих худых путей то я интересно что первое и важное он говорит я услышу вот сегодняшняя моя проповедь пускай не долго но я хотел бы донести что бог слышит бог внемлет бог никуда не подевался он реально слышит даже если тебе кажется что он не отвечает и не отвечает так как ты хочешь все-таки он каким-то образом внедряется в твою жизнь есть интервенция его духа но мы вот изолируем его из своей жизни и поэтому теряем взаимоотношения с ним он говорит я услышу с неба второе я прощу грех это еще до христа таким образом мы видим что кровь христа действовала вне времени она действовала как в будущее так и в прошлое потому что христос вне времени он был принесен жертву еще до создания мира как говорится у петра нам это не понять но есть там умные люди которые говорят что бог вне времени принеся жертву во христе имел право прощать грехи в будущем и в прошлом и написано прощу их грех и исцелю их землю первое что люди должны были понять бог всегда слышит он слышит и позитивное и негативное он слышит и ропот и хулу но он слышит также и благодарности и бог говорит я всегда служу слышу вас и архивирует то что происходит знаете мы с вами выбрали мы с вами выбор не кто-то другой служить богу никто другой мы сами вот решились служить ему и мы говорим господи мы приходим тебе не потому что мы хотим получить только лишь слова или получить что-то мы знаем что ты слышишь и поэтому наша жизнь она имеет смысл в служении вот твоя жизнь имеет только тогда смысл когда ты служишь богу если ты не служишь то в принципе твоя жизнь проходит точно так же как у комара которого я сегодня хлопнул бык ехал машине думаю как у меня достал хлопнул его и думаю вот комар прожил свою жизнь а я даже не понял что я его хлопнул и вот так же точно так же на протяжении столетий и тысячелетий также моя жизнь также твоя жизнь но только тогда она имеет смысл если мы понимаем кому мы служим но моя мысль еще заключается в том что к сожалению не просто общество а мы с вами начинаем получать некий вирус который заражает нас и мы думаем но служение ничего не стоит служение это потери времени и к сожалению мои уши это на протяжении моих 27 лет служения богу они так часто слышали и не то что они разочаровывали меня хотя и меня тоже но я думал это же вирус какой-то который пробирается в сердце человека и человек начинает говорить какой смысл во всем вот даже служение богу какой у меня ничего не меняется и давайте текст откроем с вами и прочитаем малахи 3 глава и чем мне нравится библия такие яркие часто слова яркие просто 3 глава малахи и мы всегда читаем о десятинах 10 стиха как правило это место писания выводится на экран и мы часто знаем его там принесите все десятины в дом хранилище моего чтобы в доме моем была пища и вот идет речь о десятинах и такой акцент порой у нас на этом и не читаем прямо следующий пассаж следующий за десятинами и за его воздаянием за десятины смотрите 13 стих сразу идет 313 малахи дерзостные предо мною слова ваши говорит господь вот бог говорит вот у вас есть дерзкие слова кому он обращается не к язычникам обратите внимание он обращается не к мирским каким-то людям он обращается к народу который знает его к израиле и он говорит вот вы произносите дерзкие слова какие-то слова не дерзкий интересно что люди не знают что это дерзкий вот это меня всегда веселит человек говорит да нет как бы я не думал что дерзкий я просто хожу в церковь я служу все нормально он горит дерзкий вы скажете что мы говорим против тебя вот это явление такое часто еще и такого сделал все в пределах нормы родину ночью я такого сказал тебе господи и он говорит вы говорите тщетно служение богу и что пользуя что мы соблюдали постановление его и ходили в печальной одежде при лицом господа саваофа он говорит вы где-то заразились откровением о том что вот то что ты делаешь что-то для людей или для бога это тщетно это потеря моего времени это моего драгоценного времени который я могу где-то провести она это время впустую потеряно и бог говорит боже мой это вы служа мне приходя на гардероб раздавая что-то бедным это вы приходя в церковь воскресенье это вы считая что вы пришли на домашнюю группу это вы что-то потеряли что вы потеряли свое свободное время ну видимо какое-то развлечение сегодня мир развлечений он широк только вдумайтесь на секунду был и столетия люди вообще не знали что такое отпуск ну не было отпуск люди не ездили в отпуске даже цари и короли а сегодня он я устал уже все целый месяц дождей не могу надо куда-то там полететь у нас сегодня все включено турции шмурции даже египет из которого египте и евреи выходили мы туда улетаем я ничего против не имею но даже я поехал в суздаль конечно конечно я поехал туда отдыхать но это вот культура постоянного отдыха развлечения и нам некогда служить богу нам никогда заниматься социалкой нам у нас потеря времени провести время с нашими братьями и сестрами и господь говорит смотрите что вы говорите а почему мы так говорим да потому что дальше написано 15 стих и ныне мы считаем надменных счастливыми слова-то какие мы считаем надменных счастливыми он ходит наглец на полную физиономию он катается там на своих машинах женой развелся девок меняет их перчатки и при этом толст сыт и богат и ты думаешь образец успешного человека и тут же этот вирус поганый а я я несчастный хожу в эту церковь молюсь склоняю свои коленочки мучаюсь и когда же от болезни исцелиться не могу от своего геморроя он так меня и мучает и дальше написано лучше устраивают себя делающие беззаконие и хотя искушают бога но остаются целы представляете вот только вдумайтесь написано две с половиной тысячи лет назад себя узнаете но я себя узнаю иногда этот поганый вирус он так и пробирается господи я тут делаю делаю я хожу я служу а вот эти вот им ничего не надо они живут своей жизнью даже в церкви некоторые люди в церкви они не перед не перетрудятся не переделают не перед не переслужат ничего не сделают такого и смотришь и как-то у них и бизнес лучше идет и все как-то в жизни лучше устраивается и приходит искушение пороптать похулить вот знаете хува вот слово даже в русском языке хува а какая-то а я не согласен не завидую людям мира вот это мое простое откровение просто им не завидуй потому что это внешне кажется что все у них классно это внешне в инстаграме это внешне это в фейсбуке это соцсетях они намазанные вот этим гримом знаете илона маска что у них все прекрасно в жизни но поверьте я как пастор часто исповедую людей общаюсь с людьми богатыми и успешными и потом удивляешься сколько у них проблем сколько в жизни трагедий сколько трудностей в семье с детьми депрессии одиночество и потом мне говорят ну пастор ну так и не успешные люди тоже они же тоже страдают от тех же самых вещей и тоже у них трудности и семьей с проблем я гуда только в отличие от успешных они не продают свой успех они не говорят что берите с нас пример а вот другая категория наград берите стас пример и тем самым как ни странно не просто раздражают а заражают вирусом робота всех остальных людей и 16 стих ай потрясный 16 мощный один из нашей пасторской команды прям говорит я говорит знаю что каждый шаг который делаю ради церкви каждую секунду каждый момент когда еду на домашнюю группу или что-то помогаю людям убрать я четко знаю что происходит с этим 16 стих малахи но боящиеся господа говорят друг другу внимает господь и слышит вот внимательно услышите он говорит внимает господь и слышит и пред лицом его пишется памятная книга о боящихся господа и чтущих имя его он говорит да даже если я криво ехал я куда-то заехал не так но я знаю что время проведенной ради христа где-то через пускай там может быть потеря времени с точки зрения других людей у бога пишется памятная книга потому что он слышит не теряю вас дорогие мы он говорит я не сравниваю себя с другими людьми потому что я знаю что сравнение это всегда форма зависти сравнение всегда форма определенная определенной зависти о даже написано надо же когда мы сравниваем себя почему-то с людьми те кто внешне кажется успешнее нас и тогда это делает нас несчастными и на заставляет роптать и хулить может быть даже не бога но кого-то вокруг нас но хочешь быть счастливым по-настоящему правил очень простое хочешь быть по-настоящему успешным очень простое правило сравни себя с теми кому сейчас хуже тебя если у тебя болезнь посмотри на тех кто сейчас умирает и ты почувствуешь к этой счастливой если ты сегодня какой-то проблеме финансовой посмотри на большинство людей мира большая часть они меньше у которых даже нет крыши над головой у которых даже нет чистой воды доступа к чистой воды у кому нет нет больниц и вот я прям даже благодарю бога за что-то что я был в армии хотя сейчас думаю не пошел бы снова как две страницы вычеркнутые из моей жизни знаете вырванные листы но зато хорошие сюжеты для проповедей так вот я помню что то мы там натворили с одним еще со служивцем пришел а там всякие эти звания и так далее офицер очередной и говорит рындич демченко дергать траву понимали что это задание совершенно бессмысленное совершенно это просто форма наказания а на улице вьюга жуткая и вот мы взяли тулупы знаете который выше человеческой головы эти старые тулупы с длинными рукавами и мы с него такие 22 деда мороза выходим на это поле бесконечное и и там эта трава и мы понимаем что дергать траву понятно солдаты понятно зима сугробы вот такие и мы ходим от траву дергаем с ним и мой друг такой проклятие кто это дергать на траву зачем это армия и вот он то хулин то я тоже вместе мы все вокруг хулин такие как так могло быть кто нас заставил нас вот так мучиться дергаем эту траву и вдруг с каких это метели сашем просто из-за тумана метели крик такой вперед солдаты лечь ползком летом кто сейчас паскал может смотря по этим суббором ход с оборота ползет раз с моим другом смотрим в эту сторону потом первое отжимается пока не доползет последний первые отжимаются сзади кто-то ползет мы с ним из этой травы смотрим с этим пучками туда что там происходит не поймем потом раз последний доползает прапорщик его прям под затылку вперед солдат на войне будет хуже и мы сразу ой как хорошо травку-то дергать в тулупе то счастье какое поэтому все успешные бизнес тренинги тебя только в состоянии как правило как правило знаете не полноценности сейчас речь по большому счету даже не об этом мысль другая мысль в том что ты всегда помнил бог слышит что ты говоришь бог слышит тебя даже в те времена когда тебе тебе либо плохо и что из тебя выдавливается либо когда тебе хорошо есть еще один интересный сюжет да кстати хотелось бы все-таки дочитать смотрите но боящийся господа говорят друг другу внимает господь слышит и при пишется памятник и понять такую вещь что у бога всегда все архивируется служение ему и твоя жизни проходит зря как-то тут недавно тоже общаясь тоже без имен конечно же само собой хотя многие вещи происходят нашей церкви в нашей жизни как-то однажды человек мне один говорит встретил одного отступника из наших вообще отступники делятся тоже на две категории есть одни которые сожалеют и всегда чувствуют неполноценность живя в мире а есть другая категория который вот как-то врывается вот в мир как как кот в сметану и просто счастливы там и вот они рассказывают говорит встречаемся с человеком который 15 лет был в церкви 15 лет только вдумайтесь и вот он с ним разговаривает и говорит хотя я при этом разговоре не участвовал но вот перед на такая форма и говорит 15 лет я ходил церковь служил там чего-то все коту под хвост сколько я потерял времени сколько времени потеряно вдумайтесь каждое воскресенье по несколько часов приходить что-то там слушать ручки поднимать сколько бы я мог за это время сделать сколько этих посещенных домашних групп сколько конференций там вообще даже говорить не о чем энкаунтеры по три дня все потеряно впустую и узнаете я когда услышал эти слова подумал какой кошмар вот только вдуматься то что спасало твою жизнь что сохраняла твою семью что исцеляла тебя и твоих детей ты оценил вот этой оценкой впустую потому что вот кто-то твой друг и знакомый внешне заработал за это время больше денег проехался на более дорогой автомобиле ты дал этому оценку впустую эти годы и вот поэтому господь говорит дерзостные слова ваши предо мною они очень дерзостны и ты забыл что пишется памятная книга господи храни нас давайте еще вернемся к одной истории потрясающая история она эпическая история когда провоцируется в нас ропот и мы не понимаем что бог слышит и бог все знает вы знаете я часто бывает езжу на такси бывает удобнее на такси чем на машине в силу каких-то обстоятельств и вот я как-то обратил внимание что таксисты достаточно разговорчивые люди и так как они часто ездят там смотрят в ютубе как один парень мне сказал я все просматриваю про религию и так далее с ними всегда интересно поговорить на религиозные темы и вот меня забирал прямо от нашего храма таксист вез меня на вокзал и пока мы с ним ехали он как-то знает о ситуации нашим с нашим храмом говорит а я слышал вас там закрывали за что чего ну нормально добрая беседа была но не пробьешься в сердце потому что так много информации и вот таксист говорит мне ты знаешь я вот не верю в библию вообще в христианство потому что там нас называет везде бог рабами вот мы рабы рабы а я же не раб я же знаю что не раб и я слышал там где-то в библии на ютубе кто-то там какой-то бунтарь говорил нет даже в библии иисус сказал что мы друзья а почему же церковь говорит что мы рабы и вот говоря с ним я стал ему объяснять на примерах семьи потому что лучшие формы взаимоотношения лучшие примеры взаимоотношения между людьми и богом это всегда взаимоотношения семьи они вот самые понятные как правило взаимоотношения внутри семьи между мужем женой детьми и родителями и вот я ему говорю смотри в библии на самом деле есть это это например петр пишет свои послания начинает со слов петр раб иисуса христа апостол павел пишет павел апостол раб иисуса христа при этом ты совершенно прав сказав что в евангелии есть где иисус называет нас друзьями правда иисус сказал мало того он даже назвал нас сынами божьими сынами и говорю все эти метафоры они не отрицают друг друга взаимодополняют он такой сидит за рулем ну и что и говорю ну вот смотри даже в семье вот просто наш диалог приходится из такси переносить вот сюда говорю вот представьте в семье когда отец говорит сыну сынок ты сын мой ты сын но ты уже подрос что я готов назвать тебя другом чтобы мы могли вместе делать бизнес что-то вместе уже сотворять вместе ты друг мой но сын выбирает позицию он говорит я все равно раб твой пап я хочу служить тебе как отец как сынацу и что удивительно что эта форма всегда работает форма почтения форма слов когда мы говорим я все равно почитаю тебя хотя ты этого не требуешь и смотрите даже малахи вот мы так и не не можем открыть ту историю все-таки возвращаясь к малахи смотрите малахи 3 глава мы читали про боящихся и где пишется книга почему-то я забыл прочитать 17 стих но он принципиально важен и написано какое обетование когда мы говорим что мы рабы твои написано и они будут моими говорит господь саваоф собственностью моею в тот день который я соделаю и буду миловать их смотрите что написано как милует человек сына своего служащего ему как милует отец сына своего который выбирает позицию слуги раба вот эта позиция взаимоотношений как муж и жены это часто яркие примеры когда люди начинают роптать и хулить друг друга тогда в семье ничего хорошего не будет и в точности наоборот когда один почитает выше другого тогда и в семье мир и порядок когда жена относится к своему мужу с глубоким почтением даже если он этого не заслуживает именно об этом писание говорит чтобы жена убоялась мужа своего не потому что он деспот и тиран а потому что просто такая жизненная позиция но к сожалению вот люди не понимаю что бог сам хозяин ситуации и он слышит и внемлет и проявляет свою интервенцию как я часто говорю в нашу жизнь люди нарушают этот порядок и в результате остаются ни с чем и вот есть потрясающая история как раз вот я уже не открывал опять там обратно история описаны в книге чисел книги числа и вот эти события эпической формы которые произошли на заре человечества когда народ выходил из египетского рабства и люди видели чудеса знамения они впечатлялись тем что мы сей их вождь ведет их из рабства они идут по этой пустыне и приходят в землю обитованную еще до 40-летнего хождения по пустыне это еще был прямой путь они приходят и тогда моисей говорит 12 соглядатых мне нужны которые пойдут посмотреть землю его 12 парней смотрят эту землю на возможно вы слышали эти проповеди они частые они часто звучат но как бы то ни было 12 возвращаются и посмотрите они смотрят на одну и ту же картину 10 человек написано распускали худую молву потому что народ там был большой и сильный они сразу увидели проблемы и что интересно проблем это проблемами суть не в этом суть в другом суть в том а к чему я сегодня веду в суть в том что они стали говорить об этих проблемах они стали говорить и написано распускали худую молву и самое удивительное в этом во всем что как народ отреагировал вот представьте человек начинает что-то говорить он считает что у него есть мнение вообще я как-то вот не верю в какую-то сегодняшнюю культуру мнений сегодня вообще как-то считается во всех бизнес проекта где там надо чтобы было у всех мнение иногда хочешь сказать слушать а такое мнение которое сродни коронавирусу она распространяется и убивает все вокруг ты уже заражен вот этим коронавирусом но ты приходишь в общество и распространяешь свою заразу да ты молодой может быть вся сильная иммунная система и возможно ты готов бороться но не надо с коронавирусом приходить к бабушкам дедушкам и к родителям потому что ты их заразишь и в конце концов они умрут и написано смотрите 10 стих на вот теперь видим как они вернулись разговаривают и вдруг начинается какой-то бунт непонятный и 10 стих и сказала все общество побить их камнями о ком идет речь это число 14 глава 10 стих речь идет о моисея просто вчера вот их пастор который вел который молился за них который приводил их и вся команда приводил их в благо вдруг через некоторое время народ говорит давайте их убьем замочим самым жестоким образом камнями их забьем а знаете началось чего с мнение рационального мнения просто есть хорошее сильное мнение знаете как-то один друг мне рассказывал говорит один из знакомых говорит сын подрос у него и вот тоже у меня есть вопрос с этим пальцем и затем узнаете при дыхании у меня вопрос к тебе и папа говорит да ты что приехали сын я горит терпел терпел но у меня есть 30 вопросов к тебе у меня 30 но я их терплю и не высказываю тебе 30 вопросов потому что ты мой сын и мы хотим жить вместе но у тебя появился первый вопрос и ты тут же решил его высказать по какой-то причине и написано решили побить камнями но слава господне явилась из кине собрание всем сынам израилю просто бог другими словами вмешался и спас ситуацию чтобы не была уничтожена в то время то то церковь того времени и моисей которого только что хотели побить камнями он как раз приходит как заступник перед народом и говорит смотрите снова тоже риторика одни хотят его убить а другой говорит господи не поражай их за грех их а бог как раз и хочет их остановить потому что у них попер этот коронавирус страшный коронавирус но мы возвращаемся все-таки к тексту смотрите 27 стих числа 14 27 доколе злому обществу всему роптать на меня интересная вещь почему он говорит роптать на меня ведь они не роптали на бога они роптали на моисея они роптали на на тех кто дальше продолжал работать человек зараженный каким-то вот этим другим духом он начинает отравлять всю атмосферу мы не туда идем у нас не то государство у нас неправильный муж у нас неправильная мать неправильные дети у нас все неправильно а главный конструктив как раз в этом как куда-то отсутствует хорошо и и и дальше что делать ну что делать что давайте отца замочим всей семьей ну давайте давайте в твоего лидера домашней группы закопаем он же неправильно идет так давайте как-то знаете у людей приходит откровению мой пастор просто идиот настоящий идиот и поэтому я буду всем об этом рассказывать тогда возникает вопрос но если ты знаешь как правильно почему не ты пастор изначально ну президент вообще ничего не понимает в том как строить страну ну вообще он просто не туда попал хорошо но если он не туда попал как он туда-то попал и каким-то образом так все состоялось бог у нас вообще неправильный и библию нас неправильно вот это я постоянно слышу от людей отовсюду из мира а порой даже из церкви слушайте но как то же библия стала библией и как то же мы читаем ее до 21 века и как то же мы доверяем ей и как то же бог остается богом даже если мы просмотрели сквозь галактики в этот хаббл телескоп его даже не рассмотрев все равно мы знаем он хозяин всего вы здесь дорогие мои по этой причине интересно здесь говорится дальше и вот смотрите роб пацанов израилевых которыми они ропщут на меня 27 стих смотрите запятая я слышу ох как меня библия вдохновляет он не просто сказала ну там робчат заболтал проблему называется господь и не заболтал он говорит мы сей скажи я все слышу я все слышу я не пропал я все слышу и следующий сразу стих написано сразу следующий скажи им живу я говорит господь как говорили вы вслух мне так и я сделаю вам вот эта вещь очень интересная на очень глубоко духовной и нигде не прописано и к сожалению вы не увидите никаких бизнес-тренингов рациональном смысле и вообще не существует знаете наш ропот это форма заказа как в ресторане узнаете люди бывают они вот рупщут рупщут постоянно а сами выполняют заказ даже какая-то притча такая есть что мужик едет в автобусе держится там за ручку и чё то все плохо в жизни и лучше скорее всего не будет жена ненормальная дети спиногрызы все плохо начальник сумасшедший все плохо денег нет и машины нет у меня наверно никогда не будет за плечом стоит ангел невидимый записывает и такой странный заказ надо же надо выполнять и господь говорит вот то что вы говорите в уши мои мы не возьмем эту землю у нас ничего не получится мы идем не туда моисей неправильный все плохо господь говорит так и будет вот в принципе в твоей жизни так и будет и удивительно когда речь пошла о халеве который остался с моисеем да и мы знаем конец этой истории что бог сказал что 40 лет вы будете ходить в пустыне которую прошли за 40 дней будут ходить 40 лет вот так вот кругами по пустыне пока не вымрет весь народ бунтовавший и ропщущий тот который так и не понял что бог постоянно слышат и вмешивается так или иначе это вот какие-то рациональные мозги что но мы же сейчас скажем мы не можем а значит мы не можем это не наша значит не наша и бог говорит ну значит не ваша значит не можете все очень просто в этой жизни и говорит но только моисей вы простите иисус навин и халев войдут землю битон и и он говорит почему это потрясающе четвертый стих но раба моего халева за то что в нем был иной дух и он совершенно повиновался мне в виду в землю которую он ходил и 7 его наследует ее смотрите интересная вещь когда мы впадаем в искушение вот этой заразы корона вируса вот это искушение подумать что мы сами с усами все сделаем мы сами все устроим рационально а вот бог где-то на втором этаже то тогда происходит серьезные проблемы но когда человек свободен от этого и понимает две важные вещи первое которому четко говорили бог слышит то что я говорю слышит бог и он четко отвечает на мои заказы и второе нам нужно понять какого мы духа вот какой дух и библия совершенно ясно определяет халева что он был другого духа вот как-то он общался в этом обществе коронавирусных а не заразился может есть антитела какие-то может чего-то вот такой в жизни бывает я всегда удивляюсь этим двум категориям людей даже которые всегда встречаются в моей жизни вот приходишь в ресторан куда-то сидишь знаешь одни сидят им что-то приносит они к всему рады все они даже не обращают внимание порой на еду вот не обращают они как-то общаются что-то идет разговор и всегда хоть один сидит какая поганая это рыба какая мерзкая отвратительная рыба потом ну что за ресторан и что они не могли покрасить потолок ты вообще этого ничего не заметил я помню у нас постоянно здесь были раньше новые года мы проводили прямо в этом зале до тех пор пока у нас тут все хитросплетение начались и стулья не прикрутили этот зал у нас используется для новых годов да я был помоложе и вот мы проводили записывались там столы расставляли я всегда удивлялся одному и тому же парадоксу что проходит новый год у меня ощущение самое прекрасное мы там что-то натанцуемся на общаемся насмеемся здесь постановки какие-то стоят еда какая-то приносится проходит несколько дней всегда ну не всегда но очень часто кто-то а котлет это была дрянь на новом году дрянь в следующем году котлеты такие не будут возьмем другие котлеты то что те котлеты быть и лук не подходил котлетам я даже котлеты вспомнить не могу их вообще не помню они вне моего взора остались человек помнит котлеты какие-то которые то пахли то лук не подходил котлетам ты думаешь почему так человека встречаешь общаешься с ним все нормально только от него отошел твой сосед который рядом стоял про него уже говорит смотри ки шмотка него старый видишь что только воротник не тот и вообще уже бренд устаревший я не заметил ни бренда ничего я общался просто с человеком и вот интересно что библия определяет такой подход как некий дух это принципиально важно когда у тебя какой-то иной дух сторону моисея как как у халева это классно это замечательно это значит иной дух его определяет господь когда человек говорит я с моисеем я с видением я с церковью я с народом ребята всякое может быть но я иду вперед и я знаю что не тщетно мое служение господу до мои домашние группы на которых я плачу на которых я мучаюсь они не тщетно потому что пишется памятная книга на небесах каждое мое страдание каждая моя молитва записано там из архивировано мое служение она не просто так проходит и поэтому я не буду пренебрегать служением господу не стоит пренебрежать пренебрегать служением это же естественно потому что записывается и тут же есть другая категория который только приподняла стаканчик поставила сюда и потом зачем это я все сделал тщетно бессмысленность существования экзистенциализм зачем живем зачем церковь мы покончили самоубийством я покончил но в этом тоже нет никакого смысла это все очень очень грустно очень грустно вы знаете амар хайям известный математик 11 века до восточный математик но его кстати знаю сегодня как поэта хотя он был математик и вот он писал такие известные четверостишие причем между работой писал и некоторые настолько мощные что они до сегодняшнего дня живы и действенны и вот он я как-то читал вам это четверостиши но прочитаю еще раз кто-то может быть новый смотрит нас он четко определил человеческий характер и вот эту вирусность он говорит один не разберет чем пахнут розы розы не разберет другой из горьких трав да будет мед иному грош подашь навек запомнит другому жизнь отдашь а он и не поймет и вот чем больше я живу тем больше понимаю даже библия об этом говорит вот один берет просто где не лежало все свое еще недоволен другой человек у него последние забирают и он все равно господи спасибо тебе что учишь меня чему-то поэтому наш дух и бог слушает наши слова как мы реагируем на то или иное событие и говорит хороший заказ халев подбегает всему народу говорит не убивайте моисея все будет хорошо ребята богу о халев я услышал его дух да так и будет тебе халев заказ принят народ весь побьем камнями все равно будет все плохо идем не туда все плохо все у нас плохо все рыба плохая котлеты плохие все плохо ячейка зря ездил я зря сюда зря работаю зря церковь наш не туда идет все неправильно ну так тебе и будет бык-бык-бык-бык-бык-бык и в результате сидишь у разбитого корыта к сожалению знаете еще хочу место одно интересное очень еремея 48 глава 10 стих все-таки прослужение и очень интересно господь определяет служение ему как что-то принципиально важно даже важнее чем наш труд в миру и он говорит еремея 48 10 проклят кто дело господне делает небрежно и проклят кто удерживает меч его от крови вот такой просто раз пассаж у у у пророка и мы знаете воспитанники 21 века гуманисты мы говорим от крови удерживает меч надо же а тут сравнение служения господу слушайте пророк говорит даже меч если у тебя появился в руках он для чего-то он для того чтобы сражаться а не для того чтобы висел в бане у ивана ивановича и хвалился как ему иван сергеевич мэр подарил на день рождения нет меч для того чтобы сражаться то тем более служение господу он говорит служение господу не может быть спустя рукава и вот потом раз другие со стороны смотрят и говорят о прославление играет что-то не очень они классно играют вот я был на концерте youtube вот те парни поют играют да только youtube играет за большие деньги а прославление просто служит господу свободное время они стали сегодня раньше чем 9 часам и уже репетировали и служили богу и любой из нас мог бы сказать зачем это надо зачем целый день воскресенье посвящать когда ты посвящаешь полтора часа они посвящают сегодня там 7 утра здесь и будут потом до трех зачем потери времени и вот многие так мыслят потери времени зачем я бы в это время утреннюю почту смотрел ли как тот человек говорит пиво бы пил представь сорок пятьдесят два воскресенья в году потерять пустую нет друзья мои пишется памятная книга и бог слышит и внемлен и говорит и буду миловать тех кто служит мне и говорит и даже проклят тот который дело господне делает небрежно спустя рукава даже делает так как будто бы вот ему это не надо библия говорит об этом очень непозитивно и вот я как уже сказал что на этой неделе я был в суздале суздале с супругой мы были также друзьями и на обратном пути заехали во владимир и вот мы зашли в успенский собор я давно хотел посмотреть это старейший собор руси древней владимирской руси и вот этот успенский собор известен тем что там расписывал стены стены известный художник как его назвать стенописец андрей рублев я никогда не видел этих картин я пришел посмотреть и вот я всегда на фотографиях видел не мог понять какие-то картинки знаете такие детские у тебя возникает какое-то чувство такое да я бы лучше смог может хочу какие-то детские картинки какие-то апостолы стоят какие-то мало в меня вы меня в нем меняемые фигурки и вот мы взяли экскурсию и когда мы ходили слушали экскурсию эта женщина пожилая экскурсовод рассказывал нам про сети фрески и меня как накрыло я думаю господи 14 век начало 15 века какой-то монах несчастный представьте откуда из глубинки вечно голодный по-своему представляя жизнь этой земли решил как-то служить господу и вы знаете мастера до допустили его вода этих лесах стоять расписывать успенский собор на ветру потому что нужно было что проветривалось помещение при этом по стенам стены папа папа по мокрым стенам ему нельзя было сделать ошибки потому что очень дорогие были краски заказывались персии из индии и вот он расписывал этот собор евангельскими сюжетами для того чтобы неграмотные люди хоть чего-то понимали в евангелии и вы знаете я посмотрел совсем другими глазами на все это во первых думаю 600 лет прошло 600 лет эти все фрески до сих пор живы и мы на них смотрим не скажу что это прям сегодняшнее сегодняшний глаз сильно впечатлит но сколько в этом служение господу я думаю представьте на секунду вот он всю жизнь этому посвятил всю жизнь нарисовал а вот там кто-то павлик рыдич или вася пупкин говорит я бы лучше смог дали оценку мужику там 15 века ерунда и вот так мы часто делаем а он говорит нет 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 я пишу эти картины и бог говорит слушай павлик еще раз так скажешь он говорит я приду и будет плохо но не про меня вообще про кого-то а андрей рублев ты пришел на него посмотреть не он на тебя а ты пришел на его картинки посмотреть потому что он служил как мог и служил правильно вы со мной дорогие мои поэтому хочу закончить закончить снова тем же с чего начал 2 пролипоминован 714 очень просто говорит господь снова говорит народу израильск смириться народ мой который именуется моим именем если вы моим именем именуетесь он говорит не путайтесь вот в этих человеческих представлениях потому что человеческая логика часто дает сбой но будут молиться взыщут лица моего и обратятся от худых путей своих он говорит то вот после то он говорит я услышу с неба он говорит я услышу ропщите помните я слышу потом говорит люди говорят дерзостные слова он говорит жаль что вы так говорите дерзостные слова потому что я тоже слышу и потом говорит но я также слышу как мы читали в малахии боящиеся господа говорят не тщетно служение господу не тщетно потому что там пишется памятная книга все архивируется каждая твоя твой шаг каждое твое действие ради христа бог говорит я это все фиксирую поэтому давайте радоваться тому что он услышит с неба простит грех наш исцелит землю аминь давайте поднимемся и будем молиться господь драгоценный мы любим тебя благодарим тебя не дай господи нашему сердцу заражаться оценочностью сравнением с лучшими и думать что тщетно служение господу господи не дай нам этой заразы отец мой заразы ропота и хулы отец я прошу тебя не дай нам господь завидовать мирским людям и думать что они устроили свою жизнь лучше не дай нам думать господь что наше служение тщетно наша лишняя минута проведенная с братьями и сестрами наша личная минута в молитве лишнее телодвижение ради служения ради проповеди евангелия ради спасения людей ради царства божьего она не тщетно она записана и архивируется бог не не человек он архивирует лучше чем самый лучший архиватор и библиотека господь спасибо тебе спасибо тебе господь спасибо тебе царь и бог мой благодарим тебя господь за эти откровения отец мой из слова твоего благодарим тебя ты даешь нам надежду господь ты даешь нам господь мой смиряться перед тобой господь ты называешь нас друзьями ты называешь нас сынами божьими но мы говорим мы рабы твои господи и ты слышишь господь мой мы смиряемся перед тобой почитаем один другого выше себя господь благодарим тебя и славе аллилуйя аминь слава царю